Всем привет! Сегодня 24 сентября, сегодня четверг. Я решила записывать новую серию видео для студентов уровня B1, B2 и выше. Эти видео будут о русских выражениях, интересных словах и пословицах. Итак, сегодня я вам расскажу об одном случае, который произошел со мной утром, и сегодня утром, и благодаря которому я вспомнила русское выражение, русскую пословицу «незваный гость хуже татарина». Сегодня утром я проходила мимо дома, где живут мои знакомые, мой коллега и его девушка. Они живут по соседству. Я проходила мимо их дома и увидела, что окно на втором этаже открыто. Я знала, что мой коллега был в Италии летом и думала, что он еще не вернулся, но поскольку окно было открыто, я подумала, наверное, он вернулся из Италии и написала ему смс-ку. Потом я решила позвонить ему, но он не ответил. Когда я уже начала уходить от его дома, мне пришла смс-ка. Коллега написал, что вернулся из отпуска и уже в Лондоне. Оказалось, что он вернулся как раз вчера. Я его попросила посмотреть в окно и сказала, что я стою около его дома. Эмильяно, так зовут моего коллегу, спустился и вышел ко мне. Мы поговорили минут десять-пятнадцать, обменялись новостями, рассказали друг другу, как провели лето. Мы разговаривали на приличном расстоянии, потому что он только вчера прилетел из Италии и сейчас из-за вируса, из-за ковида надо соблюдать дистанцию. Эмильяно стоял на пороге своего дома, а я стояла у калитки, как раз на расстоянии двух метров. В конце нашего разговора я извинилась, что пришла без предупреждения. Я, конечно, не специально пришла в гости, и Эмильяно это знает. Я просто проходила мимо и написала ему. И в этот момент мне вспомнилась пословица «Незваный гость хуже татарина». Я рассказала об этом Эмильяно, о русской пословице. Я сказала, что в России не принято приходить в гости без приглашения, то есть приходить в гости, если тебя не приглашали, если тебя не звали. Незваного гостя сравнивают с татариным, имея в виду исторический контекст и татаро-монгольское нашествие, захватчиков, воинов, врагов. Мой коллега из Сицилии, он посмеялся и сказал, что у них вполне нормально приходить в гости без приглашения. Скажите, у вас в стране принято приходить в гости, не предупредив? Как у вас относится к незваному гостю? Вы часто ходите в гости? К вам часто приходят гости? Когда вы идете в гости, вы приносите что-нибудь с собой? Цветы, конфеты, торт или вино? Пишите ваши ответы в комментариях. Я думаю, что это очень интересно. Пока!